Здравствуйте! В эфире Истина в студии Султаниеси Такаева. Сегодня мы поговорим о древнем славянском празднике Масленица. Что означает и как принято праздновать. Эту тему обсудим с главой администрации Пятихатского сельского поселения Красногвардейского района Ольгой Петровой. Здравствуйте, Ольга Владимировна! Здравствуйте! Ольга Владимировна, Масленичная неделя стартовала. Почему языческий праздник популярен в наше время и что он означает? Масленица – это один из самых ярких, самых веселых праздников, который пришел к нам из Древней Руси. Масленица действительно уходит корнями в языческие обряды, в обряды почитания Бога Солнца и Ирила, но который и в наше время не утратил популярность и празднуется с особым размахом. Раньше Масленица праздновалась 21 марта, в день весеннего равноденствия. Наши предки в этот день праздновали Новый год. Это окончание зимы и начало весны. С момента принятия христианства немного сроки Масленицы изменились. Теперь они привязаны к христианскому календарю, и Масленица празднуется в последнюю неделю перед Великим Постом. Почему блины – символ праздника? Блины – это кусочек солнца. Поскольку, как мы уже говорили, наши предки чествовали и прославляли Бога Солнца Ирилу, они хотели получить кусочек солнца, такого же румяного, горячего, круглого, в каждую семью. Поэтому, чем богаче стол, чем больше выпечено блинов, блины пеклись с разнообразной начинкой, кроме мяса. Поскольку эта неделя уже мясо не предполагалось в еду, можно было испечь его и с медом, и с творогом, с сметаной, с капустой. То есть начинки могли быть самые разнообразные, и наши предки придавали этому особое значение, чтобы было как много больше блинов и богаче стол. Еще одна традиция интересная – сжигание чучела. Какой несет смысл этот обряд? Чучело – это непременный элемент праздника. Чучело изготавливали в первый день Масленицы, в понедельник. Готовили его всем селом, если праздновала сельская местность или городом. Чучело одевали в старые одежды, делали его из соломы, либо из сухих веток. Чучело усаживали на сани и возили вокруг села или вокруг города, делали несколько кругов. Устанавливали его на центральной площади или на центральной улице, где в воскресенье планировали его сжигать. Делать такой обряд сжигания чучела, что символизировало окончание зимы и встречу с весной. Пепел от сожженного чучела непременно разбрасывали по полям. Это залог будущего успешного и богатого урожая. Так в это верили наши предки. Какие еще традиции сопровождают Масленицу? Масленичная неделя каждый день недели наделен особыми признаками, особыми приметами. Первый день недели – это встреча Масленицы. Изготовили чучело Масленицы, начинают готовиться к ярмаркам, готовили ледяные горки, готовятся к встрече, начинают печь блины. Первый блин в поминку усопших отдавали нищим или выкладывали на порог для духов предков, так считали на Руси. Второй день – это заигрыши. По современному это сватовство. Парни присматривали девушек, чтобы потом после Пасхи уже можно было сыграть свадьбу. Девушки, соответственно, обращали внимание на парней. В эту неделю они могли вместе гулять, кататься на санях, присматриваться друг к другу. Среда – это лакомка. Теща звала на блины своего зятя. Она старалась накрыть богатый стол, показать уважение к своему зятю, уважение к выбору своей дочери. И приглашались гости, и теща угощала блинами зятя. Четверг – это уже начинается с четверга широкая масленица. Если первые три дня – это узкая масленица, то с четверга по воскресенье масленица широкая. Четверг – это разгул. Это всевозможные ярмарки, это скоморохи. Это накрытые на улицах столы с выпечкой, с медом, с пряниками. Это игры и конкурсы. Это кулачные бои. То есть это именно такой разгульный четверг, когда уже начиналось большое празднование. Пятница – это тещины блины. Это, наверное, выражение сохранилось и по сегодняшний день. Обычно говорят – иди к тещи на блины. Это приходит, эта теща идет к зятю на блины. Зять старался не ударить в грязь лицом. Вместе с дочерью, тещей, со своей женой они готовили блины с разными начинками. Но теща приходила не одна. Она вела с собой подруг, чтобы показать, какой у нее заботливый зять, и чтобы получить уважение в глазах уже своих подруг. Суббота – это заловки на посиделке. На заловки на посиделке молодая невестка приглашала сестру мужа к себе на блины. Если сестра мужа была незамужней, она шла с незамужними девушками. Если она уже была замужем, то она вела с собой замужних женщин. Можно, по-моему, целыми семьями они приходили и устраивали чаепитие. Ну и воскресенье – это прощенное воскресенье, это последний день Масленицы. В нем заложен очень глубокий смысл, смысл, где переплетаются и языческие корни, и уже христианские корни. Это прощенное воскресенье, умение простить другого, умение попросить прощения у близких, у родственников. Смысл подготовки к посту в этом и заключается, чтобы очистить именно душу, очистить свои мысли. На фразу «прости меня» по традиции отвечают «Бог простит», и, конечно, со спокойной душой всех отпускают, прощают всех. Также в этот день проходят разнообразные мероприятия, которые сохранились и до наших дней. Сейчас мы в силу своей занятости всю неделю не имеем возможности праздновать, но воскресенье во многих областях, во многих городах и селах непременно празднуется. И в кульминации праздника это происходит сжигание чучела. А во всех регионах страны Масленицу отмечают одинаково или есть различия? Поскольку наша страна большая и находится в нескольких климатических зонах, то немного традиции Масленицы отличаются. То есть базовые традиции, как выпечка блинов, все дни остаются теми же, а вот игры и развлечения немного разные. В северных и центральных регионах в этот момент холодная погода, лежит снег, еще сильные морозы, поэтому есть возможность Масленицу праздновать со снежными боями. Выстраивают ледяные горки, это высокие горки, выстраивались 12-14 метров и длиной 100-150 метров. То есть огромные горки, которые строились большим количеством людей, зачастую возле такой горы, потом уже и располагался ярмарочный ряд, проводили именно весь праздник вокруг этой горы. Горки обычно делали две, чтобы попарно могли жители города или села съезжать с горы. Это было развлечение утеха для всех абсолютно, говорится, и для богатых, и для бедных. Всем было это интересно. Также в северных и центральных регионах сохранился обряд катания на санях. Делали очень большие упряжки, много лошадей, запрягали сани, и вот такой масленичный поезд по кругу ездил, по городу и по селу. Также одна очень интересная традиция – это ледяные замки. Одна группа людей их строит, вторая группа нападает. Происходит такой своеобразный обряд, символизирующий встречу, борьбу зимы с весной. Эти огромные замки, дворцы строили в основном на берегу реки, и по центру такого снежного городка делали прорубь. И если команда, которая захватывала этот город, прорывала эти снежные стены, победитель заходил первый мужчина, он должен был окунуться, несмотря на морозы, в эту прорубь, и тем самым показать, что он настоящий победитель, не боится ни мороза, не боится ни взятия такого большого снежного города. В южных регионах, если снега не было, но Масленицу также праздновали разгульно, делали немного другие игры и конкурсы. Например, это столб, вверху которого были привязаны различные призы. И баранки привязывались, сладости, разнообразная утварь. И умельцы, в основном это были мужчины, конечно, они залазили на столб, кто мог подняться, забирали эти призы. И устраивались кулачные бои. То есть вот в этом было отличие. Есть ли в других культурах аналог праздника Масленица? Да, конечно. Например, всем известные нам карнавалы. Это та же Масленица, только которая празднуется более долго по времени. Они празднуются до 40 дней, до месяца. Это праздник Навруз, который тоже празднуется 21 марта, в день солнцестояния. В европейских странах празднуется так называемый жирный вторник, который также предшествует католической Пасхе. Неделя проходит, как называется, жирная неделя, когда употребляют и мясо, и молочные продукты. Жирным вторником заканчивается, вот как у нас, прощенным воскресеньем. Также в европейских странах это заканчивается жирным вторником. Также делают куклу, которую сжигают в некоторых регионах. В Англии, например, устраивают такие знаменитые забеги с блинами. Женщины одевают фартуки, берут в руки сковородку с блином и устраивают марафон. Во время бега они должны несколько раз перевернуть блин. Кто пробегает марафон, считается своеобразным победителем. Как сейчас молодежь относится к народному празднику и как необходимо приобщать их? Молодежь сейчас, конечно, в наш век цифровых технологий. Я считаю, что все равно это обязанность родителей прививать им уважение к своим традициям, к своим корням. В каждом празднике можно найти что-то интересное, чем мы можем заинтересовать молодежь. Да, вот сам принцип масленицы, первоначальный тот смысл масленицы, может быть, он немного утрачен. Мы уже не провожаем, не делаем такие обряды. Но выпекание блинов, походы в гости, какие-то игры, конкурсы, это все есть и существует. И этому обязательно нужно в это посвящать молодежь, чтобы они знали свои корни, свои традиции. Как в вашей семье отмечают масленицу? В нашей семье трое детей, поэтому я все традиции, которые взяла от своих бабушек, старалась передать детям. Конечно, детвора у нас очень любят блины. Мой младший сын, он печет их сам. Сейчас у нас даже девочек не подпускает, вот старших. Он считает, что это мужское занятие. В его традиции мы его от этого не ограничиваем, наоборот, приветствуем. Мы ходим в гости, а если взять нашу семью большую, как вот наше поселение, то мы стараемся нашей большой семьей тоже праздновать этот праздник. Несколько лет подряд мы проводим различные игры, конкурсы, концерты, конкурс блинов. Люди с наших улиц приходят, выносят различные блины. Сейчас у нас большой спектр блинов можно изготовить. И цветные, со шпинатом или со свеклой, с разными начинками. Это очень весело проходит, очень интересно. И что посоветуете крымчанам, чтобы интересно и весело провести этот праздник? Я посоветую, конечно, немного углубиться в традиции, почитать, узнать что-то об этом празднике. И взять все самое интересное и привлекательное. Можно провести дома или в гостях поле чудес или квест для детишек с блинами. Можно устроить игры, например, «Угадай, сколько баранок вязки». Очень интересная игра, когда завязываются баранки, и нужно точное количество угадать. Угадавший получает приз. И, конечно же, помнить о главном принципе прощенного воскресения, попросить у всех прощения и простить всех окружающих. Наверное, в этом и есть основной принцип этой недели. Спасибо за беседу, Ольга Владимировна. А это была «Истина». Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok